В Москву я приехал три года назад. Мне понравился этот город. Тут большая суета, большая конкуренция. Мне все это очень было близко. Я в 2010-м закончил колледж на парикмахера. После полугода работы мне не понравился поток, не понравилась эта профессия. Я никогда не думал, что в дальнейшем свяжу свою жизнь именно с этой сферой. Я работал барменом, мне очень нравилась эта сфера. Но когда начало надоедать пьяные движухи, спаивание людей, я вспомнил, что я работал барбером. И для меня, в принципе, это как и барменское искусство. Я не являюсь тем же барменом, но мои коктейли сейчас в стрижке. Барбершоп – это мой дом. То место, куда люди должны приходить отдыхать, а не просто стричься. Работа любого барбера должна начинаться с того момента, как открывается входная дверь барбершопа. И если тебя встречает администратор, а барбер сидит, залипает на кресле, то не совсем это правильно. Барбер должен встречать тебя в первую очередь. Ты приходишь в первую очередь не к администратору, не в барбершоп, а именно в гости к барберу. Этот бизнес надо развивать с точки не «я хочу заработать», а «я хочу предоставить комфорт людям». Коммерция, она защемляет. Сейчас люди уже умеют различать, где коммерция, где люди творчески относятся к своему делу. Парикмахерскому делу надо отдаваться на 100%. Если ты отдаешься на 50%, это подработка. Если ты отдаешься на 100%, то ты этим живешь. А ремесло – это и есть твоя жизнь. Не важно, ты в мужском зале работаешь, либо в женском. Ты изначально изучал парикмахерское искусство. Парикмахерское искусство – это те вещи, которые дают тебе знания, чтобы постригать волосы. И не важно, на чьей они голове. Я думаю, что у каждого человека есть талант. Если человек находит себя в этой сфере, то у него непременно это получится. Сто процентов отдаюсь этому делу, потому что каждая стрижка, даже можно сделать 10 стрижек одного и того же названия, но каждая стрижка будет уникальная. Просто предложить человеку прийти ко мне на сеанс на бесплатную стрижку, чтобы он почувствовал разницу, либо узнал, как это все должно выглядеть на самом деле. Я очень много стрижек делал бесплатного формата. Типа, дядька, у тебя хорошая стрижка, приди ко мне, я тебя постригу ее бесплатно. Стрижка, дядька, дядька, дядька. Стрижка, дядька. Типа, дядька. Вкусная стрижка, дядька. Зископ. Продолжение следует...